АПЛОДИСМЕНТЫ Коррелирует ли вот этот столетний голод с мифом о семи сытных годах и семи голодных годах? Метеорология такая классная штука, и сейчас мы понимаем, что мы слишком мало ее изучаем, но того времени, что мы изучаем, достаточно, чтобы понять, что погода меняется очень часто, и очень часто погода меняется невероятно резко. Зачастую изменения погоды происходят за десятилетия, с образованием ледниковых шапок, либо наоборот их резким таянием, и это приводит к резкому изменению течений, что вовинообразным образом меняет погоду. И эти изменения чисты. Сейчас метеорологиями открыто несколько разных пересекающихся циклов. Циклов десятки лет, сотни лет, тысячи лет, которые, накладываясь друг на друга, делают сложно прогнозируемые изменения. Да, было очень много годов с неурожаем, которые было очень сложно предсказать, и они еще будут. Пожалуйста. Можно отключить перекондиционер или зверя отключить? Хороший вопрос. Да? Связан ли вот такой технологический прогресс, интеллектуальный, развитие с биологической эволюцией? Нет. Генетически хомо сапиенсы, которые вышли из Африки 160 тысяч лет назад, являются мной, вами. Мы очень мало отличаемся нашим генокодом, можем давать совместное потомство. Да? Ну, я предполагаю, что здесь сидит очень мало людей с гуманитарным образованием, поэтому вряд ли вам кто-то что-то скажет по вашей лекции. А я вот последние 10 лет изучаю историю. Я предполагаю, что если я соберу аудиторию медиков, юристов, ну, абсолютно всех людей, которые никак не связаны с физикой или математикой, и расскажу о покорении космоса, открыть сайт НАСА, Википедия, там, ну, например, ВАН, и что они почитают по астрономии, сугубо соберу пактаж, нарисую картинку, то они будут тоже долго мне аплодировать. Вы назвали свою лекцию «Мировая история». Вы потеряли два материка. То есть я сижу, слежу за Северной, Южной Америкой, Инковой, Майя, мне вообще жалко. Их не расшифрованные языки, узелковые, алькипу. Я сознательно из последнего варианта лекции вычеркнул, вычеркнул. Начало истории, там, абсолютно развития человека. Ну, вы сказали, что они разошлись. Они разделились на группы, разошлись. А почему они это сделали? Ну, ребята, не разошлись. Они не нашли общий язык. То есть примерно это так. Вы молодец, что собрали это. Но, в принципе, если вы это будете рассказывать и в дальнейшем людям с мехмата физического факультета, да. Я вам отвечу очень кратко. Сделайте свою лекцию по истории. Я с удовольствием на нее приду, я обещаю. Да нет, я этого делать не буду, потому что я не... Ну, мое образование, оно не позволит... Ну, это можно так сказать, это можно будет смело назвать изнасилованным астрономией. Потому что я буду рассказывать о том, чего я не знаю. То, что делаете вы. Это Википедия и сухой фактаж. Это Википедия и сухой фактаж. А если вы знаете, то знаете, как Википедия сейчас заполняется? Я не ученый. Моя работа сугубо реферативна. Я не веду никаких... Вы рассказываете о появлении... Я не веду никаких собственных исследований. А она появилась 9 тысяч лет назад. Вы можете доказать это фактами. Конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Вы можете доказать... Первое появление письменности на Земле. По данным, указанным в английской Википедии, это произошло в Китае 4 тысячи лет назад. Это произошло в Азии 9 тысяч лет назад. Прекрасно. Это интересно, что есть много гипотез. Это другая гипотез. Я не знаю, когда появилась письменность. Я лишь говорю, что написано в Википедии. Моя работа реферативна. Я не веду собственного исследования. Это не работа. Это трата времени. Мне бы интересно было немного помечтать от какой-то модели распространения историки. Каким образом возможно будет будущее распространение группы, этнических людей и народов, учитывая нас в технических технологиях? И учитывая теоретики. Я не историк. Мне хотелось бы, чтобы группы и народы объединялись в единое человечество. Это моя мечта. Теория хаоса. Мне было интересно, почему американцы вымерли от европейских болезней, а не наоборот европейцы... Европейцы больше и раньше приручили животных. И больше... Европейцы больше общались с другими народами внутри Средиземноморья и Европы и долго обменивали всеми болезнями. Американцы жили более замкнуто. Здравствуйте. Один момент, но куча, мне кажется, немножко... Не один. Это не имеет отношения к истории, к сожалению. Я не смогу ответить на этот вопрос. На территории Крыма, дублической колонизации кто жил? Нет, просто сама... Я не уверен, жили ли они на территории Крыма. Они жили в Приазовье. Это были племена, которые как раз владели ваше деводством. Это не были племена земледельцев. Это были множество разных племен, которые сменялись на протяжении эпох. Не могу судить, но так как дальнейшее существование кошки в Египте связано с почитанием, я думаю, кошка приручила людей в 8-м тысячелетии до нашей эры. А какую роль наркотические войны в Южной Азии сыграли в истории? В 1840-м и 1842-м в Южной Азии произошли интересные войны, которые были опиумными войнами. Китай продолжал свою политику изоляционизма. А в тот момент торговля между Китаем и Европой происходила асимметрично. Китай в основном продавал ненужное ему и покопал нужное ему. Это не устраивало европейских торговцев. Был единственный товар, который хорошо смог бы сбалансировать торговое сальдо. Нужно было продавать опиум. Европейцы провели две успешных военных кампании. И на следующие 50 лет Китай обезовывался на невыгодных для них условиях закупать опиумы европейцах. Однако в начале 20-го века, в 1905-м, если не ошибусь, Китай провел отличную, показательную, успешную политику по сильной криминализации потребления опиума и торговле ей. Чем привел к резкому падению цен на опиум, потому что его начали выращивать в Китае в промышленных масштабах. И проблема опиумной наркомании до сих пор является одной из ведущих. Можем долго обсуждать. Какой более конкретный вопрос ты хочешь задать? Роль этих ролевых историй. Что значит ролевых историй? Тимбабли. Вопрос снят. Хорошо. Я не воню вопроса. В связи с тем, что Китай сейчас опять продает ненужное ему, и покупает нужное ему следует нам ожидать, насколько будет третье объемное время, да? По прогнозам экономистов, к 40-му году ВВП Китая должно втрое превысить ВВП Соединенных Штатов. Это лишь прогнозы экономистов с английской векопедии. Вопрос-то, какой-то ли война? Я не знаю, надеюсь, нет. Я лишь мечтаю. Из-за опиумной войны повысилось или понизилось количество употребляющих опиумов? Оно повышалось войнами, в основном повысилось. И в разгар, где-то в 1850-х, кризис был таков, что до 20% населения Китая и до 80% чиновников употребляли опиум. Вот там рука. Я слышал забавную теорию заговора о том, что эта церковь фальсифицировала историю с 600-го по 900-й год практически. То есть это такая... Одна из теорий заговора, что в истории происходившие в те времена не было. Есть большие лакуны в истории Средневековья и Темных веков, потому как она изучается по достаточно небольшому количеству свитков, которые остались из-за падения уровня письменности. Я не могу подробнее рассказать, потому что даже страницы Википедии недостаточно подробно. Но говорит вот эту информацию. Я не могу что-либо рассказать про конкретную теорию заговора, но теория Средневековой Европы имеет неточности и слишком много гипотез, описывающих разные феномены. Это возможно. Какие есть альтернативные перспективы истории? Помимо того, что все будет хорошо? Перспективы развития истории? Какие есть еще альтернативные теории? Ну, мы можем предположить любую из них. Какие факторы выводили расовое разделение людей? Я не делю гипотезы на альтернативные гипотезы. Я выражаю консенсус ученых в Википедии. Какие факторы выводили расовое разделение людей? Географические. Люди расселялись и... Они размножались внутри замкнутых групп людей. Люди становились похожи на тех людей, с которыми живут вокруг. Я могу рассказать, черные, потому что много солнца, и глазами потом много ветра. То есть это все. Просто эволюция не такая быстрая. Эволюция не такая быстрая. Это фенотипические в основном развития. Я же я хочу спросить. А, я вспомнил вопрос. Если люди уходили со всяких там, я так понимаю, приуралей и так далее, во время великого переселения народа, потому что резко похолодание... Приурали это не заделило, да. Почему люди не уходят из тех областей, где не только холодно, но и очень жарко? Это я имею в виду, что тропика. Хороший вопрос. В многие моменты истории там были климатические оптимумы. Сахара не всегда была пустыней, и разные области Африки были по-разному жаркие в разные моменты. Ты был когда-нибудь в тропике на побережье? Да. Там хорошо... Там весьма неплохо, не считая сезона дождей. Я обещаю. Саша, я говорил, 10 тысяч лет назад вымер в последний нам известный существующий вид людей, которые не сапиенсы. Да. А что известно по метисации сапиенсов с другими людьми? Есть масса гипотез, но они сложно поддаются исследованию. Кажется, разделение этих ветвей произошло около двух с половиной миллионов лет назад, и генофон достаточно сильно разошелся. По крайней мере, мы сейчас не видим прямых подтверждений параллельного переноса генов между другими видами, изучая генную историю человечества. То есть, кажется, гибридизации не было, но это вопрос сложной дискуссии. Я слышал о неандертальской примеси. Неандертальская и кроманьонская примеси это интересная дискуссия, ровно как и сравнение сапиенсов, неандертальцев и кроманьонцев, грубое, как сапиенсы были самыми агрессивными, наиболее заточены на убийство семи подобных и убили всех остальных. Лишь гипотеза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова